Всем привет! Сегодня готовим салат из огурцов в азиатском стиле. Очень быстро, вкусно и полезно. Сейчас вам все покажу. Можно назвать огурцы по-корейски, либо по-китайски. Смотрите, название придумайте сами, а Грета я вам покажу. 5 огурцов, а чтобы подчеркнуть пикантность, добавим немного зеленого лука, 1 зубчик чеснока на каждый огурец, и специи у нас сегодня будет кунжутное масло, обязательно душистое, яблочный уксус, хорошо подойдет рисовый уксус, и, конечно же, соевый соус, и без кинзы здесь не обойтись. Первое, что сделаем, у огурцов отрежу попки. Этот рецепт очень быстрый, если у вас гости уже на пороге, а хочется приготовить какую-то очень быструю закуску, салат, либо салат на ужин, рекомендую его сделать. Очень часто готовлю такой салат у себя на кухне. Смотрите, отрезал огурцов попки, теперь разрезаю их на 4 части. У меня вот не крупные, будет просто класс, разрезал. И теперь предлагаю вам разрезать еще раз напополам, чтобы получились вот такие вот брусочки. Сейчас проделаю это все с каждым огурцом. Весь секрет в этом салате это заправка, потому что пропорции очень легкие, но если немного сделать не так, получится не так вкусно. Смотрите, разрезаю огурцы на 4 части, вот так. Сразу такая свежесть пошла от огурцов. Если, кстати, вы используете длинный огурец, разрежьте его просто напополам, и также уже нарезайте на такие брусочки. Так, в этом подготовка сейчас закончена. Теперь ничего не нужно солить, отправляем вот в посудину нарезанные огурцы и брусочки. И быстренько нарежу чеснок. Чеснок, смотрите, как легко нарезаем. Тоже особо здесь не нужно мельчить. Я люблю, чтобы было немного даже покрупнее. Так вот придавливаю, уже прохожу ножом. Сейчас сделаю это с каждым зубчиком. Заранее удобнее всего придавить сразу все, и потом уже веером пройти. Смотрите, сейчас покажу, как делают в ресторанах. В основном вот так вот придавливают, и уже веером начинает работать. Потому что так легко. Собираем ножом и проходим. Сейчас, опять же говорю, не нужно ничего тут сильно измельчать. А также будем использовать зеленый лук. Зеленый лук тоже очень быстро нарезаем соломкой. Смотрите, нам нужен вот такой размер. Как сказал, у любого повара получится. Отправляю сюда к огурцам, и сюда же отправляю нарезанный чеснок. Смотрите, вот такой крупненький, потому что я люблю, чтобы была текстура в этом салате. Опять же, заправка здесь самое главное. И отправляем сюда уже кинзу. Вот, никакое азиатское блюдо без кинзы не обойдется. Здесь укроп не подойдет. Обязательно нужна кинза. И петушушка тоже не будет так вкусной. Кинза, друзья. И давайте расскажу вам немного про заправку. Здесь, конечно, лучше всего использовать рисовый уксус. Я кинулся, у меня дома не нашлось. Но яблочный отлично также подойдет. Ни в коем случае не используйте обычный уксус. Он слишком сильный, и для этого рецепта вам будет не так вкусно. А у меня уксус, смотрите, 5% яблочный. Яблочный сладенький, фруктовый тоже будет хорошо. Но если есть у вас рисовый, рисовый тоже подойдет. Дальше нужен хороший соевый соус. Я всегда у себя на кухне использую только хорошего качества. Рекомендую использовать который проходит натуральное брожение. И хорошее кунжутное масло. В этом рецепте кунжутное масло поднимает все на высокий уровень. Соль мы не будем добавлять, потому что у нас есть здесь соевый соус. И пропорции здесь очень простые. Беру столовую ложку, добавляю один к одному. Одна столовая ложка кунжутного масла. Один к одному пропорции. Добавляю соевый соус. Смотрите, ложка. Отлично. И также добавим уксус. У меня яблочный. Можно использовать рисовый. И с яблочным у меня дома всегда есть. Вот оказалось, что у меня яблочный есть, а рисового нет. Добавляем. И теперь хорошо перемешать нужно. Люблю этот салат, потому что после того, как я его перемешал, его нужно сразу подавать на стол. Я не люблю, чтобы он стоял, мариновался. В этом вся и фишка. Он очень быстрый и очень вкусный. Теперь хорошо перемешаем. И в принципе уже будет у нас подача. С подачи мы не тянем. Смотрите, какая красота. Кунжутное масло. Сразу ароматы пошли. Сейчас проверю на вкус. И посмотрю, что у нас получается. Для пяти огурцов я рекомендую еще добавить немного соевого соуса. Потому что немного нужно, чтобы было посолнее. Вот так вот. Еще добавил, наверное, одну чайную ложку. Перемешаю и будет у нас подача. Вот такой вкусный салат получился. Вначале перекладываю огурцы. А сверху полью уже заправкой с чесноком. Смотрите, как получается. Вот. У меня порция сегодня на двоих. Пять огурцов на двоих. Это просто отлично. Опять же, это отличная закуска. Смотрите. Очень ароматная, очень вкусная. А главное, очень быстро. Занимает реально 2-3 минуты вся подготовка. Вот. Отлично. И поливаю вот так в заправочке сверху, которая у меня осталась. Но на этом еще не все. А для красивой презентации, чтобы поднять салат на новый уровень, я рекомендую добавить немного поджаренных семян кунжута. Потому что они, конечно же, ассоциируются с азиатской кухней. Вот так вот добавляем. Обильно, смотрите. Столько. Еще добавлю, наверное, столько же. Вот. Вот. Смотри, как сразу открылся салат. И добавим еще листики кинзы. Кунжутное масло, кинза, соевый соус. Это все основные ингредиенты. Вот он, смотрите, какой красивый. Ароматы стоят на всю кухню. Это такой вот летний салат, либо зимний салат, если вы будете готовить его зимой. В общем, я сейчас его буду пробовать, потому что удержаться уже не могу. А вы ставьте лайки, подписывайтесь, для того, чтобы не пропустить такие вкусные рецепты. До скорых встреч. Пока.